МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. Хаберлер в студии для вас работает Ассан Абивлаев. Сегодня в нашем выпуске. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек в рамках региональной недели посетил город Судак. Девять семи стали счастливыми обладателями собственного жилья. Новогодний праздник для детей. Новогодние утренники в детском саду Василек. Сегодня прошла итоговая сессия Крымского парламента. Депутатами был принят бюджет республики на 2017 год. Также Государственный совет согласовал назначение нового прокурора. Были внесены поправки в субъектовый закон, регулирующий некоторые вопросы в области жилищных отношений в Республике Крым, приняв их сразу в двух чтениях. На итоговой сети Государственный совет Крыма принял бюджет республики на 2017 год с существенным ростом доходов на 28 миллиардов рублей. Соответствующий законопроект парламент рассмотрел в первом и во втором чтениях. Дай бог, чтобы мы справились. На самом деле, наоборот, федеральная правительство по поручению президента выделяет средств больше, чем в состоянии выполнить работу наши подрядчики и в том числе подготовить документацию наши заказчики. К большому сожалению. Так что давайте так научимся хотя бы работать в этих параметрах своими силами, без посторонней помощи. И оправдаем ожидания президента и крымчан. Также крымский парламент согласовал назначение Олега Камшилова прокурором Крыма. 47-летний Олег Камшилов с 24 ноября 2015 года занимал должность первого заместителя прокурора Москвы. Представляя нового прокурора, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Леонид Корженек сказал, что по своим профессиональным и деловым качествам Олег Камшилов способен организовать работу прокуратуры Республики Крым. Помимо этого депутаты поддержали поправки в субъектовый закон, регулирующий некоторые вопросы в области жилищных отношений в Республике Крым. Мы 25 лет жили в Украине, это никуда не деть от нас. Поэтому продлили в комфортных для себя условиях до 19-20 года по большинству наиболее острых проблем. Поэтому для крымчан это очень хороший подарок сейчас. Как отмечает автор законопроекта, вице-спикер парламента Римзи Ильясов, по законам Российской Федерации, те, у кого уже есть участок, не имеют права вставать на очередь для получения жилья. В итоге, несколько месяцев назад, граждане столкнулись с проблемой отсутствия своей очередности в списках. Немалая участие оказала работники Госкомнации, они поддерживали, они держали такую же позицию, как и мы. И вот нам удалось все-таки вот к концу года провести закон, который говорит о том, что если люди имели участки по состоянию, но 21 марта, то есть получили участки, которые выделили в установленном порядке органами власти до 21 марта, это не означает, что они автоматически снимаются с квартирной очереди. То есть пошел обратно, сейчас этот закон подпишут, через 10 дней после опубликования он войдет в юридическую силу, естественно, пойдет потом обратное восстановление. Вот здесь тоже надо будет проработать нашим службам, службам, я имею в виду, нашим республике Крым, это местным органам самоуправления, Госкомнацию в том числе, Совету министров, которые занимаются квартирной очереди, чтобы все-таки восстановить справедливость и вернуть людей, которые уже сняты с очереди, восстановить в очередь. В завершении сессии, подводя итоги, было отмечено, что задачи, которые стояли перед крымскими законодателями в 2016 году, выполнены в полном объеме. Вадимейся, Айтмамут, Абдулла Аджосман, Руслан Хохлов, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Балибек в рамках региональной недели посетил город Судак. В ходе рабочей поездки Руслан Балибек встретился с депутатами города, с местными жителями, а также посетил некоторые социальные объекты и оказал материальную помощь двум многодетным семьям. Все подробности знает наш корреспондент Алими Кайбулаева. Рабочие поездки в регионы депутат Государственной Думы Руслан Балибек проводит каждый месяц. На этот раз поздравить с наступающим Новым годом и узнать, с какими проблемами сталкиваются местные жители, депутат Госдумы отправился в Судак. Общеобразовательная школа в селе Грушевка стала первой точкой визита. Именно здесь Руслан Балибек получил начальное образование. Посетив родное учебное заведение и пообщавшись с педагогическим коллективом, он подарил школе компьютеры. Преподаватели с большой радостью приняли подарок и отметили, что компьютеры были необходимы школе. Этот подарок очень важен, потому что мы сами попросили Руслана Исмаиловича о нем. У нас сложилась такая ситуация, что у нас новый компьютерный класс, но компьютерный класс укомплектован 8 компьютерами. Деление детей на группы происходит при наличии 20 человек. То есть, если в классе 19 или 18 человек, то детки сидят по 3 человека за компьютером. А это очень неудобно. В общем, замечательный подарок, потому что компьютерная техника для современного процесса обучения самая-самая необходимая. Поэтому очень приятно, что это под Новый год, как подарок от Деда Мороза. И плюс то, что действительно школе очень-очень нужно. Мы будем очень стараться, чтобы оправдать вот такое теплое отношение к нашей школе. Затем Руслан Бальбек отправился в село Холодовка, где посетил многодетную семью. Сегодня семья переживает определенные трудности. Мама и бабушка воспитывают четверых детей без отца. Более года назад, после рождения тройняшек, отец сразу же их бросил. Руслан Бальбек отметил, что такие семьи нуждаются в особой поддержке и заботе. Четверо детей, двое в больнице лежат, двое дома со мной. Ремонт проблемы, детям, конечно, одежда надо, памперсы, кашу, покупаем все дорого. Руслан Исмаиловичу большое спасибо за то, что он нам помог. Я очень благодарна таким людям. Также в селе Холодовка Руслан Бальбек посетил сельский клуб и привез детям новогодние подарки. Сегодня здание клуба находится в аварийном состоянии. Местные жители просят помочь с ремонтом здания, чтобы дети могли готовиться к праздникам в необходимых условиях. Аварийное здание, помещение, в котором находятся наши детки, наше население – это опасность. Зачем мы делаем такие документы, как антитеррористические, правильно? МЧС к нам приезжает постоянно, когда детям на голову падает штукатурка, правильно? Когда изоляция находится в открытом состоянии. Я же отвечаю за их нездоровье, правильно? Здесь очень холодно. На сегодняшний момент 5 градусов. Материальную помощь получила и семья Локтионовых. Здесь 9 детей. Родители отмечают, каждый ребенок помогает в домашних делах. У нас все обязанности распределены. У нас даже у младшего обязанности он его складывает. И у девочек. Девочки мне уже и по кухне помогают, по мощности. Поэтому легче, потому что они у меня все задействованы. Дети очень любят трудиться. Все помогают. Они так и стараются прибежать ко мне и что-то помочь. В ходе рабочего визита Руслан Бальбек встретился с депутатами судака. От имени главы Крыма Сергея Аксенова Руслан Бальбек вручил благодарность крымскому силачу Джамшиду Исматилаеву за активное участие в развитии спорта республики. Очень приятно получить такой подарок. Очень приятно. Сейчас Джамшид Исматилаев – это спортсмен, который пикирован, спортсмен, который постоянно на выплатах, на стипендии. Это постоянные тренировки. Я больше акцент делаю на тренировке. Я практически уже не работаю. Тренируюсь, отдыхаю, выступаю. Весной обязательно самолет. Мы сразу попадаем в рекорд Гиннеса. Мы уже поинтересовались. У нас уже утвердят это. И поезд. Также в рамках региональной недели депутат провел прием граждан. Местные жители обращались с разными вопросами. Ситар Абдулганиев просит помочь спортсменам и выделить помещение для тренировок. На эту просьбу Руслан Бальбек ответил, что в Крыму работают над проектом «Спортзал в каждое село». И в скором времени большой спортзал появится в районе Сауксу, куда смогут ходить все спортсмены. Детям нечем заняться, некуда пойти. Школа, дом. Многие плохие привычки выходят из того, что дети остаются без надзора. У нас там организован спортзал, так называемый спортзал. Это два вагончика и перекрытие. Мы там, как могли, постелили ковер борцовский и занимаемся. Но дети, не глядя на такие условия, всерьез взялись за дело. И за несколько лет у нас пошли результаты. Ребята, мы ездили на чемпионаты Украины самостоятельно, выигрывали чемпионаты Украины. После продуктивного рабочего визита Руслан Бальбек отметил, что помогать крымчанам – это его долг. И он будет прилагать все усилия, чтобы содействовать решению всех проблем и создать крымчанам необходимые условия для жизни. Мы считаем это своим долгом, потому что многодетные семьи сегодня делают, может быть, больше для общественного строительства, чем кто-то. Потому что они своим присутствием показывают, как нужно быть вместе, как нужно быть в дружбе, в союзе. Потому что каждый член семьи старается заботиться об общем успехе и благе своей семьи. Задача одна, чтобы голос каждого крымчанина был услышан. Поэтому этим выездом, в рамках региональной недели, сейчас послушаем, с какими проблемами пришли судакчане. Естественно, если будут какие-то вопросы, где необходимо взять также на контроль, под опеку, какие-то отдельные семьи, это, возможно, одаренные дети, многодетные семьи. Конечно же, будем оказывать эту помощь, привлекая в том числе и социально ответственных предпринимателей. Напомним, что в Симферополе в здании Совета Министров работает приемная депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека. Граждане могут приходить и обращаться со всеми вопросами. Алимия Кайбулаева, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Феодосийский городской суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Феодосии Макара Макарова к 3,5 годам лишения свободы за построенничество во взяточнистве. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство денежных средств у предпринимателей. Девять семей стали счастливыми обладателями собственного жилья. На этот раз граждане из числа реабилитированных получили квартиры в Симферопольском районе. Тему продолжит наш корреспондент Гульнара Каримова. Торжественная церемония вручения ключей состоялась в администрации Симферопольского района. Долгожданное жилье получили девять семей, из них две квартиры в Урожайном, остальные в Чайкино, Строгановке, Новоселовке и в Перово. Обладатели квартиры – это лица льготной категории граждан, участники военных действий, многодетные семьи и инвалиды. Многие из них признаются, прежде чем получить заветное жилье, пришлось стоять в очереди более 25 лет. При Украине жилищный вопрос не решался. На сегодняшний день я поверила, что существует у нас, что я живу в правом государстве, что государство заботится о своих гражданах. Ну, вообще я до сих пор еще в шоке. У Лени Ханум трое детей и две внучки. В марте 2000 года она стала в очередь на получение жилья. Вручить ключи и поздравить с новосельем к Лени Ханум приехал заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов и имам Симферопольского района. Они поздравили Лени Ханум и пожелали счастливой жизни в новом доме. Неожиданно так получилось. Мне в сентябре месяце позвонили из постсовета в гвардейском, у меня регистрация, и сказали, что подошла ваша очередь, и вам выкупают, в льготной очереди, в которой я стояла, вам выкупают жилье. Я была, конечно, в шоковом состоянии, не очень в это верила. Но когда я пришла в райгус администрацию, пригласили все семьи, которым выкупается жилье, и нам все рассказали, по какой программе, какое жилье нам будет выкуплено. Но тогда я поверила. Семья приехала из Узбекистана в 1992 году, и на протяжении 24 лет им приходилось скитаться по съемным квартирам. Теперь семья начнет обустраивать квартиру. Линея Ханом рассказывает, до сих пор не верится, что у нее есть дом. Жилье для реабилитированных граждан приобретено в рамках указа президента о реабилитации. На Сиферопольский район было выделено 16 миллионов, на которые и куплено 9 квартир. Мы понимаем, что это сегодня лишь первые шаги. Мы надеемся, что эта программа, мы знаем, будет работать и в 2017-2018 году, что позволит снять ту напряженность, которая многие годы не решался. Мы провели аналитику. То есть последние 20 лет ни одного квадратного метра в Сиферопольском районе не строилось, не выкупалось. Также на мероприятии присутствовал заместитель председателя Государственного совета Римзи Ильясов. Он поздравил обладателей новых квартир и пожелал им семейного благополучия, уюта и тепла в домах. Мероприятие очень хорошо прошло на высоком уровне. Мы все видим, насколько были счастливы те люди, кто получили квартиры. На этих лицах была улыбка и слезы радости. Напомним, в этом году на приобретение жилья для граждан с числа репрессированных было выделено более 207 миллионов рублей. На эту сумму было приобретено 130 квартир и дома в 17 регионах Крыма. Гульнара Каримова, Инвер Аблязис, телеканал Миллет. И еще одно радостное событие для девяти семей Нижнегорского района, которые также в преддверии Нового года получили ключи от своего жилья. На торжественном мероприятии побывала наш корреспондент София Шукурова. В рамках реализации федеральной целевой программы для девяти семей из числа депортированных, а после реабилитированных граждан Республики Крым были приобретены три квартиры и шесть жилых домов в Нижнегорском районе. Торжественно ключи вручил глава Нижнегорской районной администрации Сергей Гришко. Сергей Гришко отметил, что этого момента люди ждали на протяжении многих лет. Вы очень долго ожидали, вы по праву получаете, получили уже фактически эту возможность улучшить жилищные условия. И мы хотим, чтобы вы, вот девятка, вы были теми первенцами, теми ласточками, и что на 2017 год количество получателей жилья, потому что эта программа будет продолжать действовать, она будет только увеличиваться, и финансирование будет для этих целей выделяться. Очень хорошее название, символичное название – Республика Крым, территория межнационального согласия. Так и должно быть в нашем едином общекрымском доме. На сегодняшний день в Нижнегорском районе на квартирном учете состоит 65 человек из числа депортированных граждан. На сегодняшний день это актуальная тема для депортированных граждан, это решение жилищного вопроса. Поэтому хотелось бы, чтобы программа, которая начала с своего начала, она действовала и дальше. И хотелось бы поблагодарить, конечно, правительство Республики Крым, хотелось бы поблагодарить Римзи Ильясова, депутата Госсовета, заместителя председателя Госсовета, Руслана Бальбека, депутата Госдумы, Смирнова Заура, председателя Государственного комитета национальности. И благодаря этим людям программа имеет дальнейшую свою жизнь. Люди, получившие ключи от нового жилья, благодарны всем, кто предоставил им такой подарок. С 1991 года стояла на квартирном учете, сегодня, спустя 25 лет, мне посчастливилось получить свое жилье. Спасибо всем, наша мечта сбылась. Я ждала на протяжении 14 лет. Большое спасибо всем и Ленуру, и администрации. Мудисер Мурат Газиев 15 лет ждал этого момента. Сегодня мужчина не скрывает своей радости. Мудисер Бею приобрели однокомнатную квартиру в Нижнегорске. Наша съемочная группа побывала в новой квартире. Вот приобрели мне квартиру. Очень рад. Квартира большая, мне все нравится. Все, кто помог, большое спасибо. На Новый год это лучший подарок. Уже новогодние торжества мужчина планирует встретить у себя в квартире. Жильем доволен. Выбирал сам. Выбирали представители международных отношений. Надеюсь, буду встречать Новый год здесь, в этой квартире. Ну и самые добрые слова, теплые, добрые слова, пожелания, благодарности, что я же говорю, повторюсь, что все-все, кто принимал участие в этом, всем большое спасибо. Напомним, в рамках федеральной целевой программы Нижнегорский район получил 12 миллионов рублей на приобретение жилья для представителей депортированных граждан Республики Крым. София Шукурова, Асан Дивадинов, телеканал Миллет. Жительница села Зерновое Сакского района Анифе Сулейманова сможет отопить свой дом этой зимой. В этом ей помогла общественная организация «Крымский татар Инкишаф». Своей радостью пенсионерка поделилась и с нашим корреспондентом Сабрией Халиляевой. В преддверии Нового года региональная общественная организация «Общества крымских татар Инкишаф» в лице ее президента Эскендера Белялова подарила Анифе Сулеймановой машину дров и угля, а также продукты питания. Белялов призвал всех соотечественников не быть равнодушными к социально незащищенным людям и по возможности протягивать руку помощи. Ко мне обратились начальник отдела межнациональных отношений Сакского региона Алия Юсуповна с просьбой, чтобы помочь бабушке, которая живет в селе Зернового. «Мы решили от общественной организации сделать такую благотворительную помощь. И вот взяли тонну угля, взяли полторы куба дров и привезли сюда. Ну, кроме этого, я хочу еще поблагодарить, это у нас есть Атара Узаур, у которой есть пекарня. И вот он тоже со своей стороны разного вида сладости прислал этой бабушке». Семьи и детей у пенсионерки нет. Она 30 лет проработала на фабрике в Урта-Черчихском районе в Узбекистане. Три года назад переехала в Крым. Приобрести продукты питания не хватает средств. На свою пенсию Анифе Ханум не способна приобрести дрова и уголь. Чувство радости и благодарности переполняет 62-летнюю Анифе Сулейманову. «Спасибо всем, кто сегодня мне помог. Я без исключения всем благодарна. Пусть Бог благословит тех, кто подарил мне эти минуты счастья. Желаю счастья этим людям и их семьям». По словам членов Общества крымских татар Инкишав, сегодня организация готова оказать помощь всем тем, кто в этом нуждается. «Мы знаем, что Общественная организация Общества крымских татар Инкишав ведет свою деятельность на разных уровнях. И мы видим, что сегодня это уже не первое такое мероприятие, в рамках которого граждане и соотечественники, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают такую помощь, поддержку. Я думаю, уверен, эта работа будет продолжена, социальная работа». «Уже мы эту женщину знаем с 2013 года и пытаемся помочь ей всячески во всех отношениях, начиная с миссионного фонда, с оформлением документации». В свою очередь, председатель Дзерновского сельского совета Нина Карасева выразила благодарность меценатам. «Пользуясь случаем, хочу выразить огромные слова благодарности Общественной крымско-татарской организации Инкишав и ее президенту Белялову Искандеру Ага. Благодаря таким людям, благодаря поддержке их для наших жителей мы живем, существуем. И вот эти женщины, которым сегодня оказана эта помощь, это весомая помощь». 62-летняя Анифия Сулейманова признается, хотелось бы, чтобы люди были доброжелательны и терпимы по отношению друг к другу. Сегодня в Государственном совете председатель Центральной избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев вручил благодарность представителям СМИ за активное участие в освещении выборов в Государственную Думу 2016. Благодарность получил и наш телеканал «Миллет». Телеканал «Миллет» принял участие во всероссийском конкурсе на лучшее освещение выборов в Государственную Думу Российской Федерации 2016. 18 сентября в единый день выборов в Государственную Думу телеканал «Миллет» на протяжении всего дня освещал ситуацию на полуострове. В эфире шел 12-часовой марафон, в рамках которого каждый час выходили выпуски новостей с сюжетами, снятыми в разных частях полуострова. Были и прямые включения из разных уголков Крыма. После этого руководством телеканала было принято решение поучаствовать в конкурсе. В итоге решением жюри первое место не было присуждено ни одному СМИ. А вот второе место между собой разделили телеканал «Миллет» и телерадиокомпания «Ямал-регион». Конечно, это большая награда, это награда федерального уровня и награда всего коллектива «Миллет». Поэтому я хочу поблагодарить в первую очередь свою команду, нашу команду, наших журналистов, которые на самом деле очень много работали и днем, и ночью. Естественно, нам помогали наши учредители, которые тоже поддерживали нас в этот день. И то, что нас оценили на федеральном уровне, это, конечно, мы гордимся этим. И я считаю, что эта награда только вдохновит наших журналистов, которые будут работать всегда лучше всех, всегда будут первыми. И я думаю, что это наша не последняя награда. Всего на конкурс поступило 138 работ из 42 субъектов Российской Федерации. Из них 64 периодических печатных изданий, 12 информационных агентств, 56 телерадиовещаний и 6 сетевых изданий. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев поблагодарил крымские СМИ за активное участие в освещении выборов. Телеканалам я желаю успеха и благодарю вам за ту работу, которую мы выполнили вместе и надеюсь на продолжение жизни. Всего доброго, удачи. Благодарность получили и наши коллеги Анно ТРК Крым. Сегодня в моем лице получил телеканал Крым-24, автономная некоммерческая организация телерадиокомпании Крым. Действительно, на нас, как на самый большой медиахолдинг Республики Крым и один из крупнейших в России, легла колоссальная нагрузка. Выборы мы отработали в меру своих сил и возможностей человеческих и технических. Поэтому все награды считаю заслуженными, исключительно коллективными. Индивидуальных успехов в нашей работе не бывает. Конкурс ежегодно проводится Центральной избирательной комиссией Российской Федерации при участии избирательных комиссий, субъектов Российской Федерации, общественных и иных организаций с целью привлечения средств массовой информации к всестороннему и объективному освещению. Алимия Кайбулаева, Мавилей, Юб Руслан Хохлов, телеканал Милет. Танцевальные номера, игры, конкурсы, подарки и, конечно же, новогодняя елка. Сегодня в здании Дома дружбы народов прошел новогодний праздник для детей, организованный при поддержке Государственного комитета по делам международных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Как прошел праздник, знает наш корреспондент Султани Меджит. В преддверии новогодних праздников во всей республике проводится много конкурсов, концертов и, конечно, новогодних огоньков для детей. Один из таких конкурсов стартовал еще в ноябре. Это конкурс рисунков среди детей от 3 до 10 лет под названием «Наш многонациональный Крым». А сегодня в Доме дружбы народов для детей устроили настоящий праздник. Нарядная елка, Дед Мороз, Снегурочка, конкурсы, игры и, конечно же, новогодние подарки. Спасибо вам за участие в конкурсе. Пожалуйста, всегда оставайтесь такой, научите всех детей любить Крым. И, как вы сказали правильно, чтобы разные люди разных поцелуностей только дружили, никогда не сводились. Мероприятие было организовано при поддержке Госкомнации Республики. Поздравить детей с праздником прибыл председатель комитета Заур Смирнов. Я хочу, во-первых, сказать вам всем спасибо за то, что вы приняли участие в нашем конкурсе. И тем деткам, которые сегодня пришли, тем деткам, которые не смогли прийти, но мы обязательно встретимся со всеми. И я вам хочу сказать, что когда мы этот конкурс задумали, то мы, наверное, рассчитывали в какой-то жюри, знаете, что будем выбирать лучший рисунок. А когда мы все ваши рисунки посмотрели, то мы поняли, что все они такие хорошие, такие классные, что вот нельзя никакой рисунок от другого выделить. Поэтому сегодня мы говорим, что все участники этого конкурса, рисунка, именно на тему многонациональный Крым, они все победили. Эдие и Эдем Суфьяновы учатся в пятом классе. Об этом конкурсе им рассказала мама, и они без раздумий решили принять в нем участие. Эдие и Эдем рассказали об идеях своих рисунков. Рисунок называется «Цвети и процветаем наш многонациональный Крым». На этом рисунке разные краски, разные цветочки. Это значит, что все мы разные, но живем в одной стране, в одном государстве, и все мы должны помогать и поддерживать друг друга. Это очень хорошо, конечно, что такие устраивают, такие праздники, потому что к маленьким детям всегда должны прививать любовь, говорить, что народ – это самое главное, то, что должны все поддерживать, любить, и какого зла не должно быть. Я нарисовал про то, что наш Крым многонациональный, и что их общий дом всех национальностей – это Крым. Вот на этом рисунке изображено дом, и в нем разные национальности. И на двери написано на трех языках – «Добро пожаловать». Мне понравился этот очень конкурс, мне понравился Заур Смирнов, он говорил очень теплые слова. По словам матери двойняшек Диляры Суфьяновой, дети стараются не пропускать мероприятия такого рода, а она в свою очередь делает все возможное, чтобы их поддержать. Говорят, что чем меньше вкладываешь в ребенка денег, и чем больше внимания, тем ты воспитаешь более полноценную личность. Стараюсь все время участвовать в общественной жизни и привлекать к этому детей свои, для того, чтобы они в дальнейшем были очень хорошими людьми. Не важно, будут они художниками, будут они певцами, либо какую-то там выберут другую профессию, самое главное – быть хорошими людьми. Также поздравить участников конкурса приехала известная крымско-татарская певица Зарима Ханум. Она отметила важность таких конкурсов и призвала всех родителей уделять больше внимания их детям и поддерживать их во всех начинаниях. Для меня дети – это самое главное в жизни. Ничего нет дороже для любой матери. И даже для нашей земли, для нашего Крыма дети – это наше будущее. И давайте их поддержим, давайте им помогать. Пусть растут они во благо нашего мира. В завершении мероприятия заслужены деятели искусств Республики Крым. Руководитель театральной студии «Верховной звезде» Надежда Мартынова вручила в благодарность Зауру Смирнову о присвоении звезде имени согласия в созвездии «Стрелет». Соданим Джита Кимбекиров, телеканал «Милет». В детском саду «Василек» села Добро Симферопольского района прошли новогодние утренники. Воспитанники старшей группы «Милевше» и средней группы «Кунешчик» с крымско-татарским языком обучения для гостей и родителей подготовили новогодние выступления. На праздники побывала и наш корреспондент Мавили Июб. Новогодние праздники – пора чудес для детей. А детский Новый год – это долгожданное событие для каждого ребенка. Красивый украшенный зал, нарядная елка, великолепные костюмы, подарки – Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи ожидали детей. Все дошколята с удовольствием проявили свои таланты – танцевали, водили хоровод, рассказывали стихи на родном, крымско-татарском языке. В нашей группе 27 человек. Мы подготовку ввели в течение месяца к этому празднику. Все дети старались, все стремительно ждали этого праздника. И в общем-то мы все говорим им «машала». Ребята окунулись в сказочный мир, где их встретили Дед Мороз со Снегурочкой. Заведующая детским садом Эмма Апазова говорит, в дошкольном учреждении для воспитанников регулярно организовывают праздничные мероприятия. Но с несерпением дети ждут именно Новый год. Ведь этот праздник наполнен чудесами. Праздник Новый год. Они, конечно, ждут с таким большим желанием. Почему? Потому что там они входят в роли персонажей сказок. Кто-то зайчик, кто-то лисичка, кто-то роль волка играет. И самое главное, они ждут Снегурочку, ждут Деда Мороза с подарками. Поэтому для детей Новый год – это самый чудесный праздник. Утренник понравился не только детям, но и родителям. Вернувшись на некоторое время в детство, они получили заряд положительных эмоций. Родители признались, что для них лучший подарок – это видеть счастливые глаза своих детей. Праздники у нас проходят всегда очень красиво, очень ярко, очень красочно. Дети нам стихи рассказывают, поют. Мы очень довольны сегодняшним праздником. Детки нам показали очень красивый праздник. Родители подняли настроение себе, детям, своим маленьким малышам, которые пришли вместе с ними. Конечно же, в этом году желаем всем крепкого здоровья, огромного счастья. Ну и, конечно, чтобы наши детки не болели и были самыми веселыми в нашем детском саду. Благодаря актерскому таланту и красивым костюмам новогодний утренник запомнился всем. Море радости и эмоций вызвали подарки, подаренные детям из рук самого Дедушки Мороза. Мавилея Юбрусон, Хохлов, телеканал «Милет». А это все новости на сегодня в студии. Для вас работаю Александр Реблаев. Оставайтесь с телеканалом «Милет». До новых встреч в эфире.